Дороги в Чебоксарах заметно улучшились за последние два года. Такой вердикт вынесли активисты ОНФ. Они приехали в столицу Чувашии, чтобы проверить качество дорожного покрытия. Хотя все-таки нашлась яма, в которую вписалась колобашечка. Так называют наглядное мерило выбоем на дорогах. Все, дорога как бы в ужасном состоянии. Сам здесь лично потерял пару колес. Вот этот участок еще находится на гарантии. То есть четыре года назад ее ремонтировала компания, которая обанкротилась. И администрация просто поддерживает ее в нормативном состоянии. Но все равно почаще надо приезжать и контролировать. И уже пора. Размер ямы вышел за пределы нормативной. 60 на 15 и на 5. Такого размера колобашечка. Наглядное мерило выбоем на дорогах легко вписалось внутрь. Используя вот такой вот брусок дерева, мы можем, не прибегая к измерительным средствам, замерить размер ямы и сделать его нормативной или ненормативной. Здесь, как вы можете наблюдать, она поместилась полностью в эту яму. Она ненормативная и, по идее, должна быть в 10-дневный срок устранена. Об этом сообщат в ГИБДД. Те передадут рекомендации управлению ЖКХ отремонтировать яму. И это лишь один случай. Полностью ненормативные проезжие части отмечены на карте убитых дорог. Уже который год лидер антирейтинга «Лапсарский проезд». По нему решения нет два года. Однако 48 дорог из 178 зафиксированных в Чебоксарах все же получили долгожданный капитальный ремонт. За два года работы проекта порядка 30% дорог, за которые проголосовали жители, по ним есть те или иные решения. То есть эти дороги либо уже отремонтированы, либо попали в планы ремонта, либо там сделан пока ямочный ремонт. Этот перекресток Крылова-Пирогова на карте отмечен как очаг аварийности. Улица магистрального значения перетекает в улицу местного значения. Мы имеем четырехсторонний перекресток, нерегулируемый. Это вызывает затруднения при движении водителей в любых направлениях. То есть здесь, можно сказать, что неправильно организована схема дорожного движения. Специалисты ЖКХ этого не отрицают. Более того, уже собирали комиссию по безопасности дорожного движения. Будут установлены знаки направления движения по полосам, которые позволят минимизировать, уменьшить количество конфликтных точек пересечения транспортных потоков. Активисты ОНФ в Чебоксарах уже третий раз. Они видели и помнят, какими были дороги в 2015 и 2017. Мы видим значительные перемены. Если раньше мы наблюдали очень большие разрушения, и в том числе и на центральных улицах, то сейчас увидели, что город приведен в хорошее состояние. Мы сравним, опять же, с другими еще городами. И вот за последнее время мы вот приятно, на самом деле, здесь. У нас приятные впечатления. Первые пока. Потому что центральные улицы, они в достаточно хорошем состоянии. Мы видели много разметки, что нет в других городах. Убитые дороги на интерактивную карту добавляют жителям. Тем самым можно повлиять на включение дороги в планы ремонта. Кстати, тротуары в ненадлежащем виде здесь тоже отмечены. Ирина Волкова, Леонид Петров, Виктор Степанов. Республика.